Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем коротком видео выкатываем на посмотреть Firefly Sanders SP. Это самый редкий, на удивление, танк из всей коллекции танков Girls'n'Panzer, которые сейчас есть на продаже в составе набора из пяти танков, либо можете взять поштучно. Суммарно вся коллекция этих танков состоит из пяти тачек. Это Хедзер, это Анька, это наш Тигр Куро Мориминес, самое странное название из всей серии, сам Firefly Sanders SP, которого сейчас будем выкатывать из ангара и из два правда SP. Суммарно пять тачек и на удивление именно вот эта машина является самой редкой из этой всей коллекции. Почему так, сейчас попытаюсь объяснить. Ну, во-первых, начнем с того, что первые три танка, а именно четвертый уровень, пятый и шестой в лице Тигра, можно было в свое время получить единоразово в игровом событии. И я лично хорошенько тогда запотел, и все-таки все три тачки сейчас стоят в моем ангаре на основном аккаунте. В отношении Firefly и из два правда, эти машины добавлялись позже. То есть, изначально коллекция состояла из трех машин, и потом добавлялись еще две. И вот они уже не были ни в каких игровых событиях, и их всегда выставляют только за реальные деньги. Почему Firefly является самой редкой машиной из этих пяти? Ну, мало того, что первые три тачки так или иначе у кого-то на руках есть, потому что когда-то были заработаны в игровом событии, так еще и когда за реальные деньги выходят эти машины, игроки покупают себе либо что-то подешевле, но в то же время интересно, допустим, как ПЗ-4 Анька, ну, либо берут себе сразу семерку, потому что это же все-таки семерка, да еще и тяжелый танк. А вот на Firefly никто не обращает особого внимания, потому что это шестерка, и если выбирать между Firefly и Тигром, то все склоняются к Тигру, потому что ассоциируют его с немецкой точностью, ну и немецким Тигром, но и в отношении Firefly все, как правило, ассоциируют его с Шерманом, который мало на кого производит впечатление. Именно поэтому Firefly Sanders SP оказался самой невостребованной тачкой в нашей игре из этих пяти машин, ну и, соответственно, пользуется меньше своей популярностью, оттого и является самой редкой машиной из этой серии. Ну что, ребят, давайте для начала заценивать орудие. Орудие здесь действительно интересное, меня, честно говоря, радует. Время сведения 3,1, в отношении разброса 0,3, очень даже играбельно, в отношении ДПМ 1975, но ДПМ сложно реализуем, потому что машина не забронирована, по большому счету, танковать нечем, довольно-таки высокий силуэт, ну и, соответственно, ее разбирают. При этом все, мы имеем неполные 5 секунд времени перезарядки, при этом накидываем по 160 единиц урона с пробитием в 171, что очень играбельно на своем шестом уровне. Ну и в отношении угла склонения орудия вниз, минус 6, дискомфортно, но в целом можно простить, простить нашего Firefly за такой показатель, в конце концов, это больше машина в коллекцию, нежели нагибать рандом. Ну что, берем этого красавца и поехали покатаемся на нем. Ну что, друзья, поехали, давайте будем на посмотреть, хотя в целом заценивать возможности данной машины, это, в принципе, нивелировать все ее значение в этой игре. По большому счету, это не так танк для того, чтобы на нем играть, как танк для того, чтобы на нем красоваться и выпендриваться, будем называть вещи своими именами. Я могу сказать от себя только одно, что машина, ну, крайне незаслуженно не пользуется популярностью. Он действительно интересный, он действительно веселый и порой очень даже играбельный. Да, пускай и не идеален, да, со своими косяками, но все же он довольно-таки классный. По подвижности вполне себе приятная тачка, вполне нормально разворачивается, набирает скорость, да и плюс к тому стоит отметить, что для среднего танка в целом все его, спасибо большое, все его ТТХ вполне себе неплохо сбалансированы. Если вы хотите узнать больше про эту машину или хотите посмотреть абсолютно честные обзоры на другие танки из этой серии танчиков, то обязательно переходите по ссылочкам, которые я добавил специально для вас в описании. Там есть обзоры на все пять машин, плюс история их создания, ну и информация о том, какие еще машины могли быть в игре, но разработчики почему-то проект заморозили. Поэтому переходите по ссылочкам, посмотрите, я думаю, вам будет для кого-то полезно, кому-то интересно, для кого-то информативно, а кому-то просто по приколу посмотреть на тачки, в которых, кстати, невозможно отключить вот эту вот национальную озвучку того, что происходит с вами в бою. Мне лично по приколу, даже сам момент того, что отключить ты этого не можешь, поначалу тебя немножко раздражает, ну а потом наоборот без этого играть ты уже нормально не можешь, тебе прям не хватает вот этих вот фраз на японском языке, но опять-таки, наверное, для любителей. В отношении орудия классно сводится, я бы не сказал, что молниеносно, но достаточно быстро. В отношении точности вообще никаких нареканий нет, жаль, откатился сейчас, мог получить в комбашенку. В отношении точности нареканий каких-то особых у меня нет, вполне себе точное орудие. В отношении уровня пробития тоже все классно, действительно пробиваешь, и серых зон в соперниках более чем достаточно. Что касается времени перезарядки, просто шикарно, 5 секунд, ну что еще больше желать. Можно, конечно, пожелать 3 секунды, 2 секунды, можно пожелать себе пулемет, но если нормально все взвешивать и адекватно все оценивать, то данный показатель очень приятный. Именно поэтому я считаю, что Firefly, несмотря на то, что является самой редкой тачкой из этих 5 машин, он незаслуженно таковым является. И если говорить, допустим, о игровых возможностях машины, то Firefly даже поярче будет, нежели 7, а именно из 2 правда. Потому что там действительно уныло в отношении времени сведения, в отношении времени перезарядки, в отношении точности. И в этих всех моментах Firefly, ну я бы сказал, на голову лучше. Но они хотят его покупать, потому что основная ассоциация, которая есть с этой машиной, это вот такой вот Sherman Firefly или другие шермановские машины, которые есть в нашей игре. И поскольку таких машин очень много, особенно не пользующихся популярностью проходных тачек в исполнении шермановского стиля, именно поэтому Firefly никто себе особо брать-то и не хочет. А зря, потому что танчик сам довольно-таки интересный. Ну что, поехали. Я помолчу, вы послушаете, что там будет рассказывать наша великолепная японочка. Ну и заодно попытаемся добрать вот этого товарища. Вот такая вот, ребят, победа, абсолютно спокойно. На фане, на веселье, 4 фрага и море. Море позитивных эмоций, море позитивных впечатлений. Если говорить все-таки о играбельности, то Firefly, на удивление, наверное, будет мало того, что самым редким в отношении наличия в ангарах, так еще и, наверное, самым играбельным по сравнению с другими машинами. 1270 единиц нанесенного урона приносит мне знак классности второй степени. 4 фрага. В отношении фарма серебра, ребят, даже не смотрите сюда. Такие машины не покупают для того, чтобы на них серебро из боев вывозить. Их покупают исключительно в коллекцию. Ну а в отношении моей результативности в пределах своей команды, да и даже за пределами своей команды, я себя показал довольно неплохо. Если брать суммарно из 14 игроков, то второе место, а в своей команде первое место по количеству нанесенного урона. Это при том, что я не сильно, не сильно был сосредоточен на самом бою и больше рассказывал вам о своих впечатлениях от данной машины. Считаю ли его хорошим? Да, считаю. Считаю ли его, что его необходимо покупать? Да. Но только если вы коллекционер, если вы ищите себе играбельный танк, то вообще ни один из танков этой серии явно не для вас. Я побежал снимать следующее видео, а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.